По первому моему образованию, где я работала, это медицинская сфера, поэтому для меня косметология стала чем-то интересной. Я пришла к замечательному спонсору Лилии Донсковой, и, наверное, поэтому я здесь и осталась, потому что это суперчеловек, который открыл для меня новый мир. У меня есть жизнь до Арифлея, есть после, наверное, как и у многих лидеров, которые здесь сейчас находятся. Здравствуйте, моя тема сегодня – рассказать, как я совмещаю онлайн и офлайн бизнес. Но, как когда-то сказал Валентин Туровский, говорит, Анна пришла сюда потусоваться. На самом деле я очень люблю тусоваться, я люблю большие мероприятия, люблю сцену, да, такое я об этом и знала, но оказывается, да. И, в принципе, когда мы перешли в интернет, это потрясающие возможности, множество людей новых, мне стало немножко скучно. Я думаю, я все-таки люблю тусоваться и не могу себя оградить от живого общения. И тогда я стала совмещать. И это у меня удачно получается. Я перевожу людей, которые со мной работают оффлайн в онлайн. Как это получается? Ну, начинаем, конечно, мы с нашего любимого списка знакомых. То есть без него никуда, он всегда со мной, и люди, с которыми мы знакомы уже много лет, которые знают, что я работаю в Арифлейм, периодически у меня начинают спрашивать, что же происходит. Поэтому фотографии, фотоотчеты для меня это стало, ну, моей работой, то, что я и хотела. Мы любим собираться в нашем офисе, любим разные мероприятия. Например, каждую пятницу у нас собирается такая женская дусовка в основном, но бывает, заходят еще и наши лидеры-мужчины, и там мы придумываем разные темы. Так как я сама люблю саморазвитие, не люблю, а постоянно развиваюсь, посещаю различные тренинги, соответственно, и команда моя такая же. И очень много людей приходят ко мне именно с таких вот мероприятий. Спрашивают, чем же я таким интересным занимаюсь, опять же, по глядя по фотографиям. И, в принципе, особого труда мне составляет их перевести в онлайн, потому что люди тоже хотят такой свободы, тоже хотят красиво выглядеть, получать удовольствие, путешествовать. Потому что путешествие – это моя основная, наверное, цель, мечта, которая мной движет, которой я стремлюсь, чтобы быть более свободной. И что еще хотелось бы сказать? То, что люди, которые к нам приходят, у каждого есть своя какая-то потребность. И что я за много лет, наверное, нахождение в компании нашей хорошо усвоила, то, что людей нужно просто слушать. Потому что кому-то не нужны путешествия, кому-то нужно просто оформить себе дисконт. Кто-то хочет большего, и ему мало, например, зарабатывать 20-30 тысяч. Кто-то хочет путешествовать, как я, кто-то хочет дом, кто-то машину. И в нашей компании есть все, чтобы удовлетворить самые взыскательные вкусы. Поэтому я просто слушаю людей, слушаю, что говорят, что хотят. И я никогда не навязываюсь, я это не люблю сама, и, соответственно, таким же методом и работаю. То есть люди приходят в основном знакомые ко мне сами. Они спрашивают в основном. Вот в соцсетях вчера буквально девочка, с которой мы 10 лет назад учились, которая меня первый раз пригласила на мастер-класс, когда мне было, наверное, лет 17. И была она в Арифлейм, она спросила вчера как раз, она сейчас проживает в Москве, там, Аня, ты вот в Арифлейм давно, скажи, правда там вот зарабатывают? Я говорю, что ты там делаешь? Я смотрю, ты больше нигде вроде не работаешь. Ну и завязался разговор, естественно. Я говорю, правда, пойдем проверим. Ну и, соответственно, так как меня уже знают люди, знакомые, опять же, как человек порядочного, что я не буду там врать, придумывать что-то, таким образом ко мне присоединяются. Я очень рада, что моя команда очень дружная, что у нас есть вот этот вот такой дух общий, и нет никаких напрягов, я всегда об этом мечтала, мечтала об такой команде, и я очень буду рада со всеми как раз-таки начать путешествовать уже. И скоро я хочу такую сказать свою гордость, скоро в Египет у меня поедет мой партнер, первый раз, девочка, которая пришла в интернете, мамочка, которая ни разу не была за границей, исполнила свою такую мечту. Спасибо, друзья, я вам желаю успехов, я вам желаю просто, мои желающие друзья. Спасибо, Аня. Подарок статусно. Я думаю, что мы все уже видим, что все подарки очень классные. Спасибо, Анюта, огромное.